Всем привет! Всем привет! Вы на канале Мика! И сегодня мы будем с вами заниматься творчеством. Да? Тебя не видно? Тебя не видно? Ну-ка! Кто там прячется? Ах ты волосичка! Сегодня мы будем делать вот такое вот мыло пирожное. Вкусняшку такую, да? Для наших ручьев, которая будет не только вкусно пахнуть, но и красиво выглядеть. Нам подарил это кто? Данюша. Данюша подарил, да, наш друг. Вот такую вот интересную штучку. Мыло получается сирамису и мармелад. Мы сейчас сделаем, но я боюсь как не удержаться и не съесть. Мне кажется, оно будет очень аппетитно. Очень аппетитно. Да? Почитаем? Да. Давай. Ну что, поехали? Поехали. У нас вот такая вот инструкция. Мелана сразу читает. Молодец, потому что сразу первоначально нужно прочитать инструкцию, как его делать, да? Ознакомиться, а потом уже делать это мыло. Нам надо сначала желудок, потом фиолетов, потом фиолетов, потом фиолетов, потом коль. Да. Вот такая вот инструкция. Вот такая вот у нас формочка в наборе была, да? Да. Потом что еще было? Покажи. Мыло. Мыло прозрачное и белое, да? Вот такая вот формочка для ежевики, листочков, да? И, соответственно, вот такие вот краски. Так, вот мы сначала берем мыло, да, Наша? Мамочка, я хочу так. Какое? Прозрачное или белое? Прозрачное. Прозрачное, держи. Да. Там аж два целых кусочка, да, прозрачного. Теперь нам надо мыло каждый кусочек разрезать на шесть частей. По крайней мере, так говорится в инструкции. А ну, понюхай, пахнет? Пахнет. А теперь это пылочка. Чтобы приготовить вкусное мыло-пирожное, смотри, мы берем для этого вот такую вот одну формочку, да? И нужно взять один белый кусочек мыла. Теперь нам нужно его разогреть. Подогреваем на микроволновке. Давай. Берем желтую краску быстренько, вот такую, и нужно туда копать. Вот так вот мы налили формочку, да, и сделали основу под наш лимончик. Но чтобы, смотри, сделать лимончик, нам нужно теперь дальше еще проделать кое-какие действия. Нам нужно взять прозрачное мыло, один кусочек. Прозрачное мыло. Под один кусочек. Вот. Вот. И также плавим его в микроволновке, раставливаем. Это у нас получится уже готовый лимончик, пока наша основа вот эта вот остывает. Мамочка, лимончик здесь. Сейчас будет. Пахнет? Да. Хорошо. Берем желтую краску и добавляем теперь прозрачное мыло всю ее. Еще один кубик прозрачный, да, и давай добавляем зеленый цвет. Сейчас будем делать с вами листочки. Вот перемешали и теперь выливаем по листочкам. Далее мы проделаем все то же самое, плавя каждый кусочек прозрачным, добавляя туда краски, да, и получается у нас пока фрукты для нашего пирожника. Мамочка, смотри, как это описано. Мы сделаем, да, чуть-чуть добавляй, милашек. Хорошо. Добавили мы аромат к нашему последнему слою, да? Слышишь, как пахнет? Понюху, только горячо, аккуратно. Пахнет? Класс. Ну, уже скоро мыло будет готово. Снимай у нас с мылом. Снимаю у вас с мылом. Ну что, получилось мыло у нас? Да. Ну что, теперь заливаем мыло наше, чтобы эти фрукты не падали, да, наша композиция сверху. Да. И мыло будет готово. Что, готово? Теперь нужно подождать хотя бы 10 минут, чтобы немножко она прихватилась и можно идти купаться. Ну что, милаша, вот такое вот мыло мы с тобой сегодня приготовили. Выглядит очень аппетитно и очень ароматно, да? Маша, пахнет. Слушать его нельзя. Теперь можно идти купаться. А теперь всем пока. Всем пока. Подписывайтесь. Мам, и ставьте. Ставьте. Пайки. И оставайтесь. Ставьте. Пока-пока. Пока-пока. Вот и все.